Тимофеева. А можно заказать персик на таком подвое, чтобы выдержали крутые воды? Значит, вопрос этот у Сергея. Значит, на что он будет прививать? У него в этом году много подвоих именно сливы. Сливы меньше корневая система, в 2 раза меньше, чем абрикосы. Вот это ваш шанс. Когда вы будете заказывать? Ну, в этом году уже всего персика у него нет. А, допустим, закажете еще год спустя. Заказывайте это сейчас, потому что спрос есть, несмотря на цены. Допустим, заказали. Вам обязательно нужно договориться. Я хочу персик на сливе, на китайской сливе. Потому что он приведет или на абрикосе, или на сливе. На абрикосе вам не годится. На сливе годится. Но это надо уже конкретно требовать, требовать, требовать. Так, ну что, писали, писали. И сейчас теперь Татьяна пишет. Подождем. Татьяна. Так, Александр Николаевич пишет. А, Татьяна написала. А я сейчас сижу. Добрый вечер, Валерий Костинович. У меня вопрос. Чего начать разводить сад? О-о-о-о-о. 218 вебинаров. Вопрос тот же. У меня большой участок земли, 40 соток. На нем домо-город, но большая часть пустует. Хотим устроить сад на пустующей земле. Сколько нам нужно косточек засеять? Ориентируйся 20 соток. Кучатцев с уклоном на север. А, учатцев на север, а живете-то где? Вот. Я сейчас скажу так. У меня есть крайний случай. Пока не прочитал полностью, я уже отвечаю на часть вопросов. Итак, у меня есть желающие приобрести. Там все тоже. Слева абрикосы, персики. И когда у них получается так. Где-то южный склон, который делает сад очень южным, так он прибавляет еще, как бы еще южнее. А если он на юге, на северный склон, так бы движется на север. И хорошо бы иметь на участке южный склон и северный склон. Тогда хоть что-то не попадет под заморозки. Хоть то, хоть то. Я сто раз показывал, фотографии показывал со склонами. Вот. И там, где на севере южный склон, это огромный плюс. То на юге южный склон может стать гораздо минусом, гораздо сильнее. То есть, перевесит недостатки. В чем он недостатки выражается? Вот. А потому, что сегодня жарко. Все наоборот получается. Ну, развивать эту тему не буду. Посмотрим дальше, что здесь написано. Итак, сколько нужно косточек. Участок с уклоном на север. С забором уклон полог, где уходит вниз метр от ревка в чу. Земля пустовала. Это хорошо, что пустовала. Кроме травы и декороса, ничего не растет сейчас. Трава поднимает со мной рост. Ё-моё, вот это богатство. Да какое! Это какое богатство! Так, траву скашивайте, и все, и больше ничего. Даже не убирайте. Если вы потянете, то эти 20 суток вы будете делать гряды. Гряды, гряды. Высотой сантиметров 20-30. Так. И пологие вот такие вот расплывчатые. И на них будете садить косточки. Так, это между грядами, расстояние. Ну, скажем, ну не знаю, где вы живете. На юге, в середине или на севере. Если на юге, через 5 метров. Если на севере, через 3 метра. Далее еще не все. Теперь надо сообразить, как же вы будете... Да, то есть получается у вас все. Вся целина, а это богатство огромное. Высота отрыва говорит, что земля у вас сама. То, расти вы тут прекрасно. Траву с костью ставите на место. Вы уже закончили. Уже сразу, что у вас... Сразу получаете плодородие. Сразу. Как только трава останется с костью на месте. Далее. Вы, вы знаете, считать. Примерно так. Все зависит от толщины вашего кошелька. Если первый раз закажете, те же абрикосы будут. 25 рублей. Это 500 надо костючек, чтобы я сделал 10% скидку. Надо 1000 костючек, чтобы я сделал 20% скидку. Вот я бы тысячу штук взял бы. Это один раз. Ну, получится 25 тысяч. Вот. Ну, тогда уже получается скидка, тогда получается 20. Много или мало. Для кого-то это карманные деньги. Помните, как это было? Недавно по телевизору. Там скандал был. Вот. Там оказалось, что... Скандал был в ресторане. Показали в этой передаче. Знаете? Как она называет это? Ну, где скандал. Вот. Там сказали, что средний у них столик заказать стоит 100 тысяч. Ну, представь себе, что для них, кто сходит в ресторан, и каждый раз 100 тысяч платят. Что для них 20 тысяч. Тогда вы получаете 2000 косточек абрикосов. Добавим сюда. Может, в это 20 тысяч войдет. Еще ладно там. Груши будете приливать, тогда груши закажете, допустим, дикие, чтобы потом привить на них. Чтобы уже иметь настоящую роскошь. Семечек груши роскошь. Не получите, сразу говорю. Вот. Дальше пойдут сливы. Глоборько сливы. Китайские сливы приливать не надо. Уже вкусные будут. Не все, но большая часть. Бывает с горчинкой, но большая часть все сладкие. Вот. Потом часть этих перепривьете. На них привьете. Персики. Вот. Уже. С ними легче работать. Они же низкорослые. На них привьете. Персики. На них привьете. Мои роскошные сливы. Вот. И так далее. А то, что я назвал тысячу шокосек, это на скидку. Большинство заказывает порядка 50 или 100. Ну, потом самое обидное проходит 2-3 года. А подумают. Знаете, многие. За скидкой это. Уже не 25-20. А я вас просто просил его заказу. А я третий раз заказу. И своя до 4-5 раз заказу. Наверное, во-первых, не все благополучно. А может просто расширяется. Вы получили в эти 100 косточек. Или их можно сразу распределить так. А тысяча. Затриксировали в уровне. Что-то в кассе спирали. Часть уже проснулся. Это гарантию дает. Прямо в холодильнике. И раз, раз, раз на постоянное место. Которые спят, видишь холки. Примерно как помидоры. Расследить можно потом. Ну, а дальше я уже сто раз это рассказывал. Фотографии. Все. Вот. Ну, трава. 160 сантиметров. Первый раз такое читаю. Ну, повезло. Так. А грушу на ком подвое надо заказывать? Ну, у суицкой дикой груши. Идеальный подвой. Проверено. Мною за почти 40 лет. Ну, что. Все, кажется. Докончили мы, ребята. Докончили. Заказать семена в каталоге. То есть, просто не 21-й год. Считайте, что должно быть 22-й. Но это не важно. У меня все всегда свежее. Обидно. Несколько человек сказал. Мне прошло год, не годом раньше. Я интересуюсь. Я любопытный. А почему? Лучше всходит. Уже не я. Они говорят, что сейчас всходит. Я им, а они мне. Вот так. Все, друзья. Больше никто не пишет. Мы с вами прощаемся. Так что расстраиваемся ненадолго до того, как вы сделаете заказы. Вот. Будут заказы. Будут вебинары. Будут подарки. Знаете, сколько я подарков взял? Вот. И так далее. Все. Так. А мне стало интересно. Я вот тут посмотрю. Бывайте, какой вопрос, который всем захочется услышать. Ватсап. Так. Пропущено этот звонок. Ну все, ладно тогда. Давайте пока. До свидания. Я вас люблю. Всех. Сады ваши люблю. Переживаю за каждый сад, за каждое дерево. Вот. Берегите свои деревья. Не давайте в обиду. До свидания. До свидания.